Сила Медиа Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой Юрий Петрович, Вы говорили, что нужно, чтобы в ВУЗе тесно работали, с ООО и так далее. Вот практики приходят на занятия к студентам и рассказывают байки, какие они замечательные. У них нет методической базы, как эти знания доносить. У Вас есть представление, что должны практики научиться делать, чтобы адекватно приходить в новые специалисты? Безусловно, практики несут вред многие, которые приходят с байками. И эти байки травят людям, потому что они травят их со стороны своего опыта и совершенно не понимают, с кем имеют дело. И у молодых людей может сложиться впечатление, что так мы и живем. На самом деле мы живем совсем не так. И с тем же травящим байки, потом, когда начинаешь говорить, он признается в этом и говорит, да нет, это все другое, а вот реально-то жизнь другое. Поэтому, вот что делаем мы, например, мы всегда в обязательном порядке, перед тем, как пустить людей к студентам, заставляем их написать план своих занятий, объяснить, что это будет за занятие, объяснить, как они это будут делать. И только после этого выпускаем их, ну, как нормальный дрессировщик должен иметь правильный план, иначе ничего не получится. Так и здесь. Поэтому это действительно шаг в сторону образования. То есть, по сути, что это значит? Это значит то, что реально журналисты должны делать шаг в сторону образования и тоже готовиться к этому профессионально. Потому что непрофессионализм наш по общению с детьми оборачивается полным ужасом, полным браком и вообще полный капец. Ну, в общем, Юрий Бургин, специально для Сила Медиа, точка. Продолжение следует...